Салют народы! Сергей Шипов играет в Блиц против ЛИЧЕС. Я только сегодня зарегистрировался на этом игровом сервере. Ну, посмотрим, как у меня получится бороться против лучших шахматистов этого обиталища. Мне много хорошего рассказывали про ЛИЧЕС и говорили, что стоит туда зайти. Так, ну вот Сицилианка против меня играет Серафико. Серафико, ну я не знаю такого шахматиста. Ага, ну вот он готовит явно какие-то, какие-то каверзы на королевском фланге. Ну, а я, соответственно, ой-ой-ой-ой-ой. Ф3 ход, конечно, пароход. Я считаю, что такие все-таки прожекты не должны оставаться безнаказаны. Хотя, вы знаете, получилось-то у белых довольно неплохо. Да, вот видите, как-то я, признаться, недооценил. Ну, с другой стороны, я планирую просто зажать слона на А2. Может быть, это пригодится. Ну, так, допустим, моя идея просто поставить пешку на Б5. Ну, и чтобы слон на А2 оставался в таком немножко придавленном состоянии. Так, ну, допустим, на Ф6-то мы никому внедриться не дадим, не позволим. Ну, вот, я надеюсь, что это, как раз, в свою очередь, даст мне основание для оптимизма. Ну, что, давайте так. Давайте так будем играть. И мне кажется, что слоник-то здесь сейчас заскучает. Ну, скажем так, сыграл, чтобы ничего не висело. Так, что дальше, друзья мои? Что дальше? Д4. А если я напал один раз на пешку Д4, так, ну, давайте А5 и, наверное, пешку на Б4 будем толкать. А вот что-нибудь получится. Ну, объективно говоря, ничегошеньки нет здесь. Ни у белых, наверное, ни у черных. Я думаю, что позиция симпатичная для обеих сторон и примерно равная. Ну, понятное дело, что в Блице может случиться всякое. Ну, вот, я пока напал на коня, а вдруг удастся его съесть. Ну, соперник должен сейчас... Опа! Слушайте, какой у него страсть к посещению крайнего ряда. Довольно забавно. Ну, правда, видите, до тех пор, пока оправдывается, почему бы и нет. То есть, раз я, газмейстер Сергей Шипов, не могу наказать соперника, значит, он прав, значит, так и надо играть в шахматы. Взяли, взяли, ну, отлично. Так, и что дальше? Так, а вот здесь я буду очень жесток, дорогие друзья. Я здесь схвачу пешку. Соперник не обратил внимания, что с краю одна висит. И, вы знаете, я как старый опытный пешкоед... Так, ну, здесь вообще-то можно шаг-шаг... Так. Ну, я даже, может быть, вот так вот попробую съесть. Вот сначала сюда съем, а потом все-таки съем вот этого слона на B1. Так, ну, вот, допустим, съел. И съел. Да, и что? Дело в том, что слон на F7 прекрасно защищается, а у белых, мне кажется, вот нет каких-то ресурсов для серьезной атаки. Так, ну, вот ферзя на всякий случай надо в центр поставить, чтобы G5, ну, допустим, даже вот так откушал. Чем ближе ферз к родному королю, тем этому королю теплее и приятнее. Я думаю, что король спасибо скажет ферзику за то, что тот встал поближе, стал бы, соответственно, мата-то не будет. Ферз сюда пошел, но давайте как-нибудь будем доминировать. Ну, ферз Е5, мне кажется, самая серьезная доминация в этой позиции. И начинаем работать с конем. Работать будем всерьез и довольно жестоко. Угрожает H4. Так, ну, а если H4? Да, ну, вот здесь партия уже объективно закончилась. Я могу немножко отдохнуть. Да, ну вот сдался соперник. Павел Двалишвили нажимает часы и чемпион мира делает первый ход. Е4, С5, сицилианская защита и идем, как я понимаю, вариант Паульсина. А6, да, такой по-стариночке. Павел Двалишвили как будто прилетел из 19 века и демонстрирует нам старые разработки. Слон Д3, нормальный ход, G6. Вы посмотрите, Павел действует в стиле Фелидора пока только одними пешками. Вот, наконец, и слон пошел в бой. И у черных получается такая ежеподобная позиция. Пешечку на D6 можно поставить. Пешечку на B6, слона на B7. В общем, Павел действует достаточно интересно, вкратчиво грамотно. 2-0. Так, ну вот важно с пунктом D6 разобраться. Конь C6. Смотрите, что пешки на B7 и на D7 остаются на местах. И вот, кстати, Сергей-то правильно указывает, что теперь ферз D6 угрожает. А на, если сыграешь D6, там под слон F4 можно попасть случайно. Ну, не знаю. В общем, я бы, конечно, на месте черных пешку на D6 поставил бы побыстрее. Но теперь, вот, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Ну, на слон F4, наверное, конь E5 можно будет сыграть. И таким образом заслонить слабую пешку. Но вот поэтому Сергей Корякин вообще не обращает на нее внимания. Расставляет фигуры каноническим образом. Ну, черный конь на E7, это, конечно, передает своеобразие вот этим ежовым построениям. Ладья B8. Это вроде бы намек на продвижение B7-B5, но, на мой взгляд, это пока нереально. Тем временем белые просто по-деревенски нажимают на пешку D6. Ладья D1, ладья D8 приходится играть. И теперь ладья C1 угрожает конь D5. Конь D5 довольно приятная позиционная угроза, потому что, если допустить вот этот размен фигур, конь D5, E, D, C, D, то там у белых неизбежно окажется лучшая структура. По-моему, ежик не очень-то получается у Павла Двилишвили. B6. Ну, теперь на конь D5 он, видимо, ферз A7 хочет куда-то туда уйти, в глубокий тыл. Ну, за белых, может быть, вообще A4 можно попробовать, чтобы пешку на A5 задвинуть. А если конь B5, простите, а вот если конь B5, там же ферз не может уходить из-за слабости пешки D6. На месте Карякина, хотя это называется, окажись, Сергей Юрьевич, на месте Карякина выиграет для начала чемпионата мира по блицу. И все-таки в этой позиции белыми я бы над ходом конь B5 подумал. Потому что это практически вынуждает черных взять. Взяли, взяли, слон B7, взяли на C6. Ну, интересное осложнение, мне кажется, что в любом случае там у белых будет поприятнее, поприятнее. Вот, но понятное дело, что у белых широкие возможности. Да, конь B5 так и сыграно. Но вот считайте, что я оказался на месте Карякина. Надо брать, потому что иначе пешка на D6 гибнет. Взяли, взяли. Ну что, ферз должен уйти из подсвязки, иначе конь D4 еще последует. Так, ну и вот теперь у черных слабенькая пешка B6. Ну, вроде ничего сразу не теряется, а у белых конь на B3 пока пассивненький. Вы знаете, ничего такого особенного не происходит. Слон G5, попытка добраться до пешки D6. Да, приходится ход ладья D7 делать неуклюжий. Ну, или ход F7 F6, что тоже не красит позицию черных. Смотрите, а Павел уже взялся за ладью. Так, Паша, ходи ладьей. Но если ладья E8 на D6 все-таки возьмут, а что плохого после ладья D7 будет? Слон B5 тогда будет. Вот в чем проблема, вы знаете. Ковякин молодец, он играет широко масштабно. И вот если он издалека увидел ход слон G5, то он, в общем-то, не побоюсь этого слова, чемпион мира. По блицу. Ну что, похоже, черные все-таки выигрывают материал. Ой, черные теряют материал. Да, пришлось сыграть ладья E8. Ну, а теперь ладья бьет D6. То есть, простите, ферз бьет D6, как минимум пройдет. Но Сергей решил еще и коня заверсать морским узлом. Кстати, ладье-то надо было на E8 идти, конечно. Вот ладью на E8 Паша зря поставил. Он только подставился еще под удар. Да, приходится просто сдаться, потому что на слон D7 еще ферз D6, и там подвисает этот слон. В общем, смотрите, какая катастрофа постигла московского Блицора. Так, ну и раз он вызывает меня еще раз. Играем реванш. Вперед. Ну, давайте с целянку для бодрости сыграю, чтобы как-то проснуться. Так, ну это, в общем, у нас какой-то закрытый вариант. Закрытый вариант. Мы его не боимся. И хотим пешку, ну, вы знаете, даже, даже, наверное... Ну, хорошо, может быть, конь D7 пока сыграю. Хотя ладья B8 говорит о том, что надо как-то B5-B4 толкать. Но конь D7, это так, знаете, от греха подальше, чтобы где-то E5 не прошло. Ну, в общем, ход, наверное, не самого лучшего качества, но для Блица сгодится. Вообще, конечно, в Блице есть свои, свои игротские нюансы. Очень важно получить позицию, которую понимаешь, которой знаешь, что делать. Об этом говорилось много раз. Это экономит время, силы, ну и нервную систему. Что еще важнее. Ну, так, в принципе, у черных есть простая идея. Надвигать где-то пешки на ферзовый фланг и надеяться на то, что у белых здесь все каким-то образом развалится. Но само, правда, ничего не разваливается в этой жизни. Надо разваливать. Надо всегда помогать сопернику в этом нелегком деле разваливания собственной позиции. В принципе, может быть, черные собираются разменяться на С3, потом ферз А5, слон А6. Ну, такая деревенская, я бы сказал, игра, связанная с атакой на ферзовом фланге. Но пока соперник думает и отстает на 50 секунд. Я в последние годы, конечно, очень много играю по минуточке. По минуточке, поэтому вот этот такой быстрый темп для меня, он абсолютно родной. Но я не хотел сейчас меняться на С3, потому что ладья на Б1 оказывается на месте. Я, как говорится, еще немножко подожду. Слон, между прочим, ага, вот слон, между прочим, где-то может отправиться и на А, на Д3. Ну, давайте еще чуть-чуть попробуем соперника подкузмить. На конь Б3, наверное, сыграю конь ферзь А4. Такой довольно странная связка коня Б3. Вот, ну, мне кажется, что получилась позиция в таком, в моем духе. Так, взятие, взятие, ну, наверное, не угрожает. Не угрожает. А я, может быть, где-то ладья Ц8 сейчас хочу сыграть. А если соперник сыграет Д5, тогда конь через Е5 на Д3 пойдет. Ну, вот, уже создалось определенное давление. Может быть, соперник думал, что я наивно побью на А2 и после ладья А1 заплачу горькими слезами. Но я не такой, конечно. Так, вот смотрите, у нас какое великое, такое противостояние по вертикалям. Вертикаль, ага, так, а если... Опа, это что же? Кто-то может подумать, что я зевнул пешку. Ну, наверное, неправильно будет так считать, потому что там в конце будет слон Д3. Вот чем брать? Конь Ц5. А, тут слон Ц5. Да, ну давайте так сыграем. Мне кажется, в любом случае компенсация за пешку черных. Так, конь Д2. Будет просто обязательно. Ну что, наверное, пора. Пора, я думаю, на Д3-то отправляться. Я считаю, вот с чем связана моя идея, что я слона на Д3 могу сейчас отправить. Ну, а если Ц4, то чуть-чуть прослабляются черные поля. Так, и вот теперь давайте думать. Конь Ц6. Ну, Конь Ц6 это интересный вариант. На Б4 же хочу запрыгнуть. Мне кажется, что энергия, энергия черных фигур должна в конце концов казаться. Давайте один раз разменялись. Теперь, вот как? Ну, давайте сюда тоже один раз разменяемся. Сюда разменяемся. Так, Конь Б4 не выигрывает партию случайно. Конь Б4. Ну, вообще, мне кажется, что должно быть получше у черных, потому что здесь подвисает ладья и Конь. А хода ладья Б2 нет. Вот что интересно. Ну, мне кажется, что дисгармония в расположении белых совершенно очевидна. И ее мы, наверное, все-таки используем. К тому же, по времени у меня, видите, одна лишняя минутка. Я могу здесь и чай пить. И, кстати, я пью кофе. Вот. Кратковременный всплеск активности при этом мне обеспечен. Ну, после этого, конечно, через полчаса наступит глубокий сон, но тут важно выиграть несколько блиц-партий. Ну, хорошо, шаг по восьмому ряду мне, наверное, не опасен. Вот если бы у белых был чернопольный слон, тогда это было бы да. Ну, а в его отсутствии так, все, соперник сдался. Сейчас посмотрим. Кстати, обратите внимание, что Корякин, недолго думая, поменялся местами с Двулишвили. Мы сейчас посмотрим, видимо, продолжение банкета. Да, поехали дальше. Поехали дальше. Е4. Ну что, Паша, белыми-то уж можно действовать посерьезнее. Ну, давайте посмотрим. Ага. Сацелянка с ходом Б2-Б3. Усилиями Олега Скворцова и Владимира Крамника, этих двух известных шахматистов, вариант стал очень популярным. Очень популярным. Ну, белый развивает слон Анк Б2, а дальше действует по обстоятельствам. Д6, слон Б2 и, видимо, Е5. Да, вот такая идея. Нет, кони в 6 сыграл Корякин. Вы знаете, скажу вам по секрету, Сергей Корякин сыграл много тренировочных партий с Олегом Скворцовым. И, в общем-то, этот вариант он должен знать. Так что, видите, он действует достаточно сдержанно. Пешку на Е5 не ставит, чтобы не подставляться подходы в 2, Ф4. А6. Размен, размен. Ну что, может быть, белый Е5 просто проведут с тем, чтобы разбить пешечную структуру черных. Я имею в виду, на слон бьет до 7. Например, можно сыграть Е4, Е5. Да, наверное, так и будет, Ф4. Ай, какой амбициозный у нас шахматист. Ну, не знаю. Теперь слон С6 выставляется черный неплохо. То есть, белые откладывают наступление до лучших времен. А конь выходит на Ф3, 2-0. Ну и дальше эти пешки Е4 и Ф4 отправятся в бой. Но пока вот приходится предпринимать защитительные меры. Пешка идет на Д3, конь идет на Д2. Так или иначе, главное оружие белых это слон с Б2, которое вот такое колющее-режущее оружие направляется на королевский фланг черных. Ну и, видимо, соперники должны сейчас потихонечку закончить развитие. Да, по нулям, по нулям. Слева и справа. Потом конь БД2. Черный, может быть, Б5 сыграет. Где-то пешку на С4 будут метать. Ну, в общем, мне кажется, что Двалийшвили получил именно то, что и хотел. Обратите внимание, что на часах у него на 40 секунд больше. А это немало. Это немало. Блиц. Блиц дело такое. Это ярко выраженные двоеборья, в котором, конечно, позиционное завоевание это очень важно. Но не менее... Ой-ой-ой, Ладьян. Не менее важные показания часов. Ладьян же один. Вы посмотрите, наш-то что делает. Наш хочет матовать. Но, мне кажется, Паша забыл, что черные еще не рокировали. То есть идея простая. Ж4, Ж5, пешки вперед и мат. Но черного короля-то на Ж8 еще нет. Павел, вот смотрите, поэтому Корякин-то не торопится туда рокировать. Ж4. Ну, сейчас 3-0 можно сыграть. 3-0, может быть, надо сыграть. Или А6 сначала. Да, может быть, придержать эту пешечку. Пока, да? Пока. Ну, на самом деле, Ж5 не страшно. Там черный конь на А5 уходит. Я думаю, что у Корякина широкий выбор продолжений. Но самая главная интрига в этой позиции, куда девать короля. Ну, хорошо. Да, 3-0, так и сделал Сергей. Но вот на Ж5 конь, конь А5. Паша, Паша, ну что же ты. Ну, пришлось самому тоже уводить короля. Как-то немножко зависло вот это кромысло на королевском фланге. Непонятно, кто куда идет и зачем. А черным, ну, давайте подумаем, а у черных где контрыгра? С4 пока не проходит. На Д5 последует Е5 и позиция закроется. Кстати, может быть, Д5-3 можно играть. Е5, конь Д7. И потом на ферзовом фланге черные будут наступать. Там ясно дело, что их группировка посильнее. Ф5. Какая глубокая игра. Ну, ход ладья Ж8 освобождает коня. Ф6. Теперь конь Д7, наверное, надо. Ух ты! Ух ты! Нет, смотрите, какая интересная затычка, как мы говорим. Слон с Б2 теперь ограничен. На Ж5 все равно конь Х5, конь Ф4. Вот я не уверен, что Ж5 ход правильный. Конь Х5, конь Ф4 же есть перевод. Да. Корякин незамедлительно пользуется этим обстоятельством. После чего, дорогие друзья, надо смотреть, как черные будут прорываться в центре. Последует ли С4, Д5? Или, может быть, вообще крайняя пешка с А6 отправится вперед? Мне кажется, что худший для черных уже позади. Так, Паша схватился за ферзя. Опять думает, ферз Е3. Ну, не знаю, может быть, на коне Ф4 он вообще комь бьет Е5 хочет побить? А что, идея такая злая, я бы сказал. Злая. Комь бьет Е5 и потом центр, чтобы полностью рухнул у черных. И конь на Ф4 подвиснет. Так что Корякин не будет торопиться выдружать коня на Ф4. Знаете, ему и на А5 неплохо. Да, но любопытно, что при этом Довлишвили нажил целую минуту времени. Знаете, минута это немало. Это серьезный такой капитал. Кстати, белые могут играть неторопливо. Позиционно поставить пешку на С4. Задавить центр, чтобы черные не могли прорваться. И, ну вот, что делать дальше? Это, конечно, громаднейший вопрос. Возможно, не для блица. Конечно, в столь быстрый, я бы сказал, молниеносный Б4. Паш, да что ж ты делаешь? Ты буквально разрываешь все шаблоны, избиваешься с толку всех зрителей и комментаторов. Ну, на самом деле, Павел играет там, где он слабее. Мне ход Б4 категорически не нравится. Я считаю, что таким образом Павел сейчас доиграется. Ну, здесь просто черные укрепляют центр. Теперь конь на Ф4 встанет. Ну, Паша, Паша, ну зачем же так грубо-то? Ну, он решил, что играет с чемпионом мира первый и, видимо, последний раз. Решил, что надо драться, надо кусаться и царапаться. Ну, это делает ему, конечно, честь, но, мне кажется, просто быстрее проиграет. Ну, что, теперь ферзь на Б6 подвисает. Брать на Б4 пока нельзя. Король Б7 напрашивается. Но у Сергея Корякина могут быть другие. Вот слон Ф8. Ход-то профилактический. Белого ферзя на А6 не пускает. Ну, почему бы и нет? Конь Б3. Смотрите, усиливается нажим на пункт С5. Но теперь это король Б7 точно. А, там конь А5, да? Вот поэтому король С7. Теперь черные собираются просто снять напряжение с пункта С5. Побить на Б4. Так, слон С3. Ну, вот Паша какой, а? Как же он здорово поддерживает это все хозяйство. А если взять на Б4 и Д5? Минуточку. Ну, можно сначала коня на Ф4, конечно. С4 тоже, кстати, неплохой ход. Взяли, взяли. И, вы знаете, на С4-то брать нельзя. Там пешка на Е4 подвисает. Ну, что, размен на Д3 и Д5. По-моему, черных ясный перевес. Д5, Сережа. Д5. Ну, конь Д3. Конь Ф4, это он на пешку Д3 обращает внимание. Сейчас, если черные сыграют Д5, то у белых все просто посыпется. Просто посыпется. Это будет абсолютно закономерно. Но Павел все-таки вот этим ходом Б4 вызвал огонь на себя. Но обратите внимание, 15 секунд у Карякина. 15 секунд. Это немного. Король С2, Д5. Ну, хуже у белых. Сейчас угрожает конь бьет Д3. Конь бьет Д3. Угрожает удар. И белые вообще там... А, кстати, а как защищаться от конь бьет Д3? Я не... Просто не вижу. Конь бьет Д3, Серега. Бей. Бей первым. Так, побил. Там, правда, взятие на Д5 есть. А, ну слом бьет Д5. Да, и нет, взятие на Д3 за слом бьет ФТ. Ну что, погибают белые, но осталась последняя надежда на часики. На часики, на циферблатики. Взял... Ой, ну взяли туда, взяли сюда. Вообще позиция выигрывается, конечно, руками. Ну, просто слон Е4, взял пешку на Ф5. Да, Сергей так и делает. Вот смотрите, у него было 9 секунд, он сделал ход, стало 11. Вот в таком режиме, 2 секунды на ход, опытные шахматисты уверенно играют и побеждают. Ну что, совершенно безнадежная позиция у белых. Но, может быть, в цветноте... Ну, единственная надежда Павла Довлишвили, что в цветноте чемпион мира ошибется. Слон А6, слон идет на Ж5. Этого бедного коня с А4 сбивают и пешку на Ф5 съедают. И, кстати, преимущество по времени тоже тает. Так, слон Д5, слон на С4 идет. Смотрите, черные слоны еще и кусаются. Еще и кусаются. Ну, вот немножко разменяться бы надо, Сергей. Слон Б3. Ну, правильно, кстати. Чем больше разменщиков, тем легче играть. И, кстати, у Корякина все время поддерживается вот этот режим 9 секунд. Павел, ну нельзя же так. Нельзя. Фигуры нельзя ронять. Только я хотел это сказать, как уронил фигуру еще и чемпион мира. Так. Ну, вот неприятный заезд ладьи. Пешка на Ф5 падает. Да, просто слон бьет Ф5. Слон бьет Ф5. Бей, Серега. Бей. Не жалей соперника. Соперник тебя тоже не пожалел бы. Будь у него такая возможность. Слон Ж4. Шаг на Д6. Король С7 сдался. Ну, король С7. Да. Ну, здесь у белых просто все... Опа! Я хотел сказать, что все падает. На самом деле, чемпион мира зевнул. Зевнул пешку на Ф6. Но в итоге получилось так, что последним зевнул именно Павел Двалишвили. У него одна секунда. В то время как Корякин, смотрите, по времени не держится бодрячком. Бодрячком. Молодец. И я думаю, что надежды... Все. Ноль секунд на часах. Время. Время. Так, Сергей. Сергей, обрати внимание на время. Все. Браво. Браво. Чемпион мира победил. Ну, давайте последнюю партию. С пастеларием. Играем. И на этом надо завершать. Ну, давайте французскую. Для... Для интереса публики. Кстати, у меня есть какой-то забавный шанс достичь рейтинга 2600. У меня на лечести никогда не было 2600. Но для этого надо непременно эту партию выиграть. Что, конечно, будет непросто сделать. Но я постараюсь. Так. Ну что, соперник хочет Ф4 сыграть? Ну, разумное желание. Кстати, Ф4. Ф4 толковая идея. Так. Ну, допустим, Б6 пока сыграю. Так. И может быть слон А6. Я вот просто не боюсь задвижки Е5. Она меня как-то не очень-то волнует. Потому что развития у белых не хватает. И мне кажется, что контр-игра черных где-то найдется. Я, кстати, здесь вот сейчас хочу, может быть, просто разменяться на Е4. Потому что взятие ДЕ невозможно. Ну, кстати, давайте посмотрим. Вот такая забавная структура. И мой конь через Ф5 идет на Д4. А белые С3 сыграть, конечно, не смогут. Мне так кажется. Так. Ну, а если я все-таки соблазнился? Так. Соблазняться я и сам ведь рад. Не знаю. Ладью на Д8 поставить и где-то С4 прорваться. Мне кажется, что у черных должно быть получше. А если белые играют с Ж4, тогда слон С7 оживает. И, то есть, если Ж4, тогда пешка на Ф4 подвисает. Так. Ну, ладья Д8 пока. Ну, что сделал соперник ходом Ферзь Д2? Он где-то пешку Ф4, может быть, взял под контроль. Ладья Е1. Не, ну, в принципе, правильно поступает, что ставит фигуры по центру. Они могут пригодиться в итоге. Ну, я тоже поддерживаю напряжение, пока не демонстрирую каких-то четких планов. Иногда для соперника это наиболее неприятная стратегия. Потому что ты сидишь, думаешь, ждешь от соперника подвоха и не знаешь, собственно, откуда он может прийти. Так. Ну, вот интересно. Ну, можно ли мне играть С4? План это или не план? Так. Конец С6. Ну, соперник явно на Е5 хочет кого-то задвинуть. Я даже вот не знаю, надо ли ему мешать. Мне кажется, сопернику мешать не надо. Соперник сам все сделает. Все, что нужно мне. Правда, слон на 6 сейчас стоит, честно говоря, убого. Его надо каким-то образом на Б7 все-таки передвинуть. Мне кажется, это будет правильно. Но конь на Д4 само по себе достаточно неприятная. Ага. Ну, давайте как-то вот так пока. Голову морочим сопернику. Да. Хочу ввести слона, сыграть слон Б7. И все время провоцирую, да, все время провоцирую ход Ж4, который, на мой взгляд, может оказаться серьезной позиционной ошибкой. Правда, белые, вы знаете, слона-то на Б7 не обязаны разменить. Они слона на Е4 поставят. Ну, хорошо. Так, вот теперь слон Б7. И посмотрим, что будет у нас с королевским флангом. На слон Е4 может быть конь Д6. Такой есть загадочный ход, который приводит к изменениям структуры, к размену. Но этот размен должен быть для меня выгодным. Так, конь Д4. Провоцирую ход С3. И с ужасом, с ужасом думаю, что произойдет, если соперник все-таки именно так и сыграет. Так-так. Ну, хорошо, конь Ф5. Дальше. Ну, что, сказавший А, соперник начинает говорить и дальше. Сюда, сюда. Ну, все-таки два слона, как, не знаю, в школе-то учили нас, что два слона это же здорово. Может быть, Е5 сейчас где-то встречный удар какой-то удастся. А вот, кстати, наверное, это тот самый миг, когда я обязан просто активизировать слонов. Е5. Ну, что, два слона это не один слон. Это в два раза сильнее. И мы идем вперед. И мы идем вперед. Вот, не знаю, может быть, где-то Ф5 еще удастся нанести такой страшный удар. Кабани, как принято говорить у нас на роде. Так, сколько у нас там лишнего времени? 50 секунд? Мало, мало, Сергей Юрьевич. Ну, кто же так мало времени-то имеет? Так, если я ладья Д8, то он разменяет слонов. А менять слонов-то я не хочу, вы знаете. Так, как же здесь атаковать? Итак, Ф5. Как ни странно, Ф5 конь на Ф2 пошел, да? А с другой стороны, там, знаете, у белых король как-то немножко будет открытый. Размениваю я этих слонов. Знаете, как говорят, что преимущество двух слонов заключается в том, что иногда этих слонов можно еще и поменять. Так, вот как мне теперь Ф4 провести? Ф4 пока не знаю. Ну, давайте Ф6. Ф6 ход вообще бессмысленный по своей сути. Но защитил ладью на И8. Вот, кстати, эта защита здесь и может пригодиться. Ну, слон на С5, может быть, перескочит. Тогда получится создать давление на коня Ф2. Так, ну вот я, кстати, и... А давайте я сначала все-таки разменяюсь и сыграю слон С5. Ну, теперь есть... Ход Ф3 угрожает. Ну, так, немножечко подграживает, я бы сказал. Не то чтобы угрожает, а именно подграживает. Б4. Ну, вот соперник начинает нервничать. Так, ну, давайте я пока проявляю свойственную мнению. Бездержанность, связанную с тем, что пешка на С5 зависает. И поехали. Поехали. Может быть, вообще сейчас ферзь Д3. И у нас будет какое-то такое окончание. Ферзь против слона. Опа! Шажок. Сюда слон. Слон пошел. Куда полагается? Через Е5. Сюда. Ну, а, вот он идет, смотрите, на Б6. Вот она конструкция. Великая конструкция. Конструкция великого Цукцванга. Так, ну, вот здесь уже точно у белых нехорошо. Так. Ну, давайте так играем. Белые вообще завязаны, перевязаны. Так. Ну, допустим, так пока сыграл. Сюда взяли. Да, ну, соперник растерялся. Видите, да. Ну, хорошо, спасибо. Спасибо Постелариму за эту партию. Ну, мне как-то вот удалось его горчить. И ура, товарищи. Я вышел за 2600. Такого подвига от меня никто не ждал. И на этом я с вами прощаюсь, дорогие друзья. До следующей встречи. На первый столик. Давайте смотрим, как Рауф Мамедов играет против Ленчевского. Итак, это у нас Сицилианка. Ну, что-то... Вот должно быть с пешкой на G6. Знаю Рауфа Мамедова. Он не... Не сможет удержаться от соблазна поставить пешку на G6. Хотя, вот видите, он задумался. Прямо как будто классик. Да, думает, какой же дебют применить. Нет, все-таки G6. Сыграла Натура, да. Ну, здесь получается система Марца. Коня на D4 не зеваем. Ага, вот оно что. Черные нападают и на коня D4, и на пешку B2. А если конь B4, тогда... Конь B3, тогда ферз B4 шах такой есть забавный. Хотя... В общем, а что это даст, да? Ну, допустим, конь на D2 защитится. Ну, конь B3 пошел. Вот ферз на D8. То есть предлагается ничья белыми. Ну, зачем белым ничью? Коня на B3 поставили. Вы знаете, смысл вот этого выпада на B6 как-то теряется в дымке неизвестности. Потому что получается, что черные все-таки потратили темп, и белые получили преимущество в развитии. Не знаю. То есть, вот видно было по движениям, что Рауф Мамедов исполняет то, что он хорошо знает. А сейчас выясняется, что все это как-то, знаете, на уровне таких блицфокусов. Ну, на самом деле, этот блицфокус позволил Рауфу накопить время. У него на полминуты больше. Я считаю, что это не пустяк. А вот конь вернулся на D4. Так на всякий случай. Вы знаете, чтобы черные не сыграли B6, слом B7. А5. Ну, здесь, конечно, в системе Мараца много разных интересных планов. Я, честно говоря, не припомню такого, чтобы именно в подобной композиции фигура пешка на А5 шла. Обычно это происходит после размена коней. Но вот сейчас белые могут поставить коня на D5, на B5. Коня на B5 ставь, Даниил. И чтобы ослабление этого пункта черным досаждало. Мне кажется, что здесь не надо допускать размен коней. После чего черный действительно будет хорошей позиция. А4. Ну, это хорошо. С пешкой на Е4 там маленькая слабость есть. То есть на комбит А4 на Е4 можно взять. Все равно, кстати, там перевес у белых. Вот я за белых опять-таки рекомендую комбит А4. На комбит Е4 комбит Б5. И внедряемся на Б6. Мне кажется, что черным там еще надо будет ой как доказать. То, что у них все неплохо. Ну, посмотрим. Посмотрим. Даниил задумался. Кстати, у него меньше уже на полторы минуты. Смотрите, Рауф Мамедов играет такое ощущение, что по минуточке. Ну, собственно, оба этих шахматиста хорошо известны своими подвигами в интернете. Я, кстати, с ними с обоими играл по минуте. Ну, могу сказать, что вот с Даниилом Ленчевским играл чаще в последнее время на шахматной планете. Рауф Мамедов. Это как мы в основном на ICC. Интернет сейчас клаб. Американский сервер такой есть. Но у Рауфа, конечно, блиц успехи грандиозные. Именно по три минуты. Ну, по минуточке, к сожалению, пока еще не проводится у нас чемпионатов. Ну, вот именно сейчас белые занимают поле Б5. Конечно, лучше было бы, чтобы на ферзовом фланге было пешек побольше. То есть при пешке на А5, при пешке на А2 это было бы более как-то, знаете ли, перспективно за белых. А так у черных появилась вот эта артерия, вертикаль А, по которой тяжелые фигуры могут разгуляться. Ну, к тому же, может быть, пешка на Б3 будет слабая. Где-то сейчас какой-то загадочный выпад ферзя на Б4 надо будет смотреть. Например, если сыграешь ферзь Д2, там действительно ферзь Б4 может прилететь в какой-то момент. Так, ну, пока Рауф не торопится. Коня на Е5 выставляет. Не знаем, вот что он хочет делать с конем на Б5. Разменивать или просто терпеть? Ладья Б1, понятная идея. Белые хотят где-то Б4 задвинуть и черного ферзя огорчить до невозможности. Может быть, даже отправить его назад на Д8. А больше некуда, собственно. Вот так челночными движениями ферзя расшатывает оборону соперника Рауф Мамедов. Ну, я это сказал и сам засмеялся, потому что, конечно, выглядит довольно потешно. Ничего он особенно не расшатывает. Ну, ферзь Д2, можно ладью на Д1 выставить. Вообще, Данилу надо немножко как-то ускориться. Ну, ферзь Д2, ладью вывести. Ну, смотрите, уже меньше минуты у человека. А в то время как у соперника третья минута еще только ленивенько-ленивенько завершается. Ну, вот интересно, хотят ли белые сыграть слон А6? Хотят ли белые войны? Вот в чем вопрос. Ну, ясно, что по-прежнему на их стороне некоторые небольшое позиционное преимущество. Но, правда, атаковать резко, может быть, еще позиция не созрела. Я имею в виду рывок С5, я имею в виду тычок Ф4. Так, ну, ладья ФС1 говорит о том, что белые собираются именно на ферзовом фланге искать свое игорское счастье. Конь Д7. Так, а на Ф4... А, конь на Ж4 идет, да? На Ф4 конь на Ж4 пока как-то избегает ответственности. Но уже тревожно, тревожно за черных. Конь Д4. С4, Б5 угрожает. Ага, конь С4. И конь на С4 черных стремится, но пока не получается. Белый отводит коня, видимо, на Ф2. Кстати, неплохой перевод. Конь на Ф2, потом Ф3, Ф4 будет такая идея. Вы знаете, белыми играть здесь все-таки проще. Сейчас С5 где-то подграживает. Может быть, Б5 где-то такой тычок. Ну вот поэтому смотрите, что тает, тает преимущество Рофф Маведова по времени. Но он не теряет оптимизма. Из всех защитительных возможностей он всегда выбирает атакующий ход. Так, ну С5 правильно, а что, собственно, мелочится? Правильно. И так, разменялся на Д8, и слом бьет С5. Там что-то все подвисло. У черных на Б6, на Е7. Правда, конь С8 есть спокойный, хладнокровный ход. Наверное, ничего страшного-то не произошло. Да, ну вот еще раз повторение того же самого тезиса. Слон на Е2 висит. Не знаю, может быть, просто слон на Ф1 уйти. Не бог весть что. Хотя, конечно, конечно... А, подождите, а ладья бьет Ф3. Нигде не будет ударов? Вот сейчас ладья бьет Ф3. Там конь на Б6 подвисает, да? То есть надо ввести коня с Б6. Причем с темпом. Наверное, конь Д7. И потом на слон Е7. Вот. И ладья бьет Ф3. Вот такая идея есть. Ну, вперед, Рауф. Ладья бьет Ф3. Вперед из песней. Ну, правда, там на С6 просто белые съедят холодно. Нет, на С6, простите, не съедают, да? Потому что... Потому что конь на С6 отвлекается Б3. Нет, там ладья бьет Ф1 будет с выигрышем фигуры. Вы знаете, черные отыграли пешку. Отыграли пешку. Получили очень-очень недурную структуру. Их лошадки на Е5 обрели хорошее опорное поле. Пешка на Е4, наверное, будет слабенькая. Я думаю, что здесь у черных полный порядок. А вот порядок ли у белых, это мы сейчас будем разбираться. Конь Ц4. Ну, что ж. С другой стороны, у белых только не настолько нагрешили. Вот слон на Д4, правда, идет. Чтобы уж совсем горевать. Так, белый король. Вот, похоже, главный объект притязаний азербайджанского гроссмейстера. Ну, что, коня на Е5 поставить или на Ф6? Думает он пока. Кстати, заметите, что ход H7, H5 оказался каким-то полезным. Форточка. Форточка сделана, там шах на Д8 не опасен будет. Это замечательно. Это называется предвидение, да? Мишка Шифман-Башковит. У него предвидение. Ага. Так, H3. Ну, а что и нормальный разменный вариантик. Если взять на Ц4, там еще и ладья на Б3 подвиснет. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ой-яй-яй. Что делать? Ну, вот, разменялись. Разменялись. Ну, что, просто Б5 делать ничью. Так, ну, без пешки все-таки белые остались. И, конечно, небольшие неприятности. С учетом того, насколько мастеровит и упорен Рауф Мамедов. Кстати, вы помните, что на Олимпиаде в Баку он блестяще сыграл за свою сборную? А там, я напомню, были вполне-вполне серьезные шахматы. Контроль фиды. То есть, Рауф Мамедов силен не только в блице, не только в игре на сверхбыстрых контролях, но и в серьезных шахматах он за последнее время изрядно усилился. Король H1. Ну, как хитро. Опа. Пешка на С6. Пешка на С6, Рауф. Так. Может быть, взять просто пешку на С6? Там пешка на С6 зависает. 8 секунд, Даниил. Думаем. Думаем, играем. Б5. И понеслась. И понеслась пешка в район поля Б7. Конь Ф2. Взяли, взяли. Б6. Б6. Да что ж такое-то? Почему? А, там ладью на Б2 мог поставить. Слон Д5. И пешка Б все-таки пошла. Ну, с ученым того, что пешка на Ж3 подвисает, мне кажется, что черный здесь вообще ничем не рискует. Да. Так. Ага. Ага. Рауф задумался. Ему хочется поиграть на победу. Он не видит пока, как пешке Ж3 пристать. Ф5. Ф5 надо сыграть. Слон Ж2. А, слон Ж2 тогда... Нет, нет поляны-то. Слон Б7, тогда пешка... Нет, пешка все-таки проскочит. Найдется все-таки возможность. Уведем слона вот сейчас. Допустим. Нет, на Ж2 нельзя. Там шаха H4. Шаха H4. Шажок. Ага. И вот теперь слон Ж2. Белый собирается сыграть. И пешка на Б7 продвилась. Ну, в принципе, вероятность ничьей сохраняется. Нет, ну это совсем ничейная позиция, мне кажется. Слон Е5, король Ж2. Ж5. И сюда. Да, ну совсем ничья получилась. Ну, может быть, Ж5 было неточное движение. Надо было где-то... Нет, нет. Ну, Рауф, ну это уже не серьезно. Ну что, мы тут будем в берюльке, что ли, играть? Да. Ну, все, да. Слон Д7 можно сыграть. Элементарная ничья. Ничья битая. Ну, только слон Д7 надо прицелиться к этой пешке. Слон Ф3. Нет, ну Рауф, да. Все. Ну, в общем, видим, что он расстраивается. Но, конечно, мне кажется, что он упустил где-то свои шансы. В Эншпиле, мне кажется, после того, как он съел пешку на Е4, была возможность побороться. Так, фояр. Так, ну вот здесь у нас 2408, вратит гораздо ниже. Поэтому мне надо действовать немножко пободрее, поживее. Так, ну у нас что-то, видите, соцеляночка такая отличная соцеляночка. Давайте как он БД7 сыграем. Так, ну скажем, А6. Фиас Б6. Ну, как-то нападаю немножечко сюда. А если я... Давайте Е5 сыграю. Не буду на Б2 есть. Хотя желание такое большое есть. Желание съесть на Б2 очень большое. Так, а если я неожиданно... Так, вот интересно. Ж5, слон Ф2. Все-таки попаду под атаку. Да, давайте просто слон Е7. Не надо торопиться. Пешка здесь пока чувствует себя неплохо. Так, так. А здесь Ж5 можно сыграть. Ж5, А4, да? Ну, это будет такая соцелянка. Бойкая. Ну, давайте слона на Е6. Знаете, вот здесь как-то учили меня, что надо слона на Е6 ставить. Зачем? Почему? А, вот так вот. Вот, и коня на Д7. И вот в этой конструкции надо... Вот, коня на Ф5 не пускаем. Аж 4. Может вообще в 3-0 и уйти? Вот это, кстати, будет номер. 3-0. Ну, в общем, не пойду я в 3-0. Хочу как-то... Здесь, правда, знаете, меня начинают как-то цапать. И цапать, кстати, начинают достаточно серьезно. Сюда. Вообще, похоже, что меня... Меня собираются обыграть просто без... Без... Без шума и без пыли. И, кстати, имеют все шансы это сделать. Так, а если Конь Д5? Конь Д5. Ну, допустим, так. Конечно, чрезвычайно рискованная операция. То, что я делаю. Ферз Ф7. Хотя бы Ферз Е4, да? Ну, хорошо. Вот во все тяжкие идут в 2-0. Но с ицелянской точки зрения позиции видим просто проигранные. Как легко догадаться. Слон Е3. Так, ну, давайте. Крепчаем. Нас бьют, а мы крепчаем. Что еще остается нам сделать? Нас бьют, а мы крепчаем. Ну, хорошо. Да, да, да. Ферзь Д5. Уходим куда-то. Не знаю, куда, кстати. Сюда, наверное. Ну, Конь Е6. Достаточно большая уже неприятность. Ну, будем как-то огразаться. Там Ферзь Ж4. Ферзь Ж4 какой-то есть забавный ход. Так, может быть, соперник даст мне... Ох. Так, шанс это или не шанс? Сейчас подумаем. Слон Д3. Так, ну, как мне здесь... Покумекать. Ну, давайте взял неожиданно на Д3. Не, а что делать? Может, первый... Стоп. А если первый ряд? Шаг сюда, да? Ну, давайте еще вот так вот будем наседать. На Ферзь Д1 сюда. Ну, вот, может быть, по вертикали Б что-то пройдет. Так, давайте. Ферзь Д1 сюда, сюда. Да, ну, вот не вижу. Не вижу, не вижу, не вижу. Пока просто-просто сдваиваюсь. Так. Ну, шаг-то все равно надо дать. Взяли. И как-то ладья Е4. Может, по центру хоть какое-то давление будет. Хотя, честно говоря, не похоже. Не похоже. Там, похоже, ферзовый фланг сейчас я просто потеряю. В полном составе, да? Еще 56 секунд. Фантастика. Какие у нас... Ой. Так, так. А, там просто шаг и ферзь А7 будет, да? Ну что, блестящий Саиган? Ну, еще не скажешь. Блестящий Саиган. Шаг и ферзь А7. Просто соперник. Соперник меня просто деморализует. Деморализует, убивает меня морально. Да. Расставляет фигуры на начальную позицию. Делают они это быстро. Умелыми движениями. Не ошибаются в расстановке фигур. Так, а вот короля... Короля ронять не надо, Сергей. Это плохая примета, как говорят. Кстати говоря, в первом туре Василий Папин огорчил не кого-нибудь, а Марка Владимировича Глуховского. Вот. И, в общем, сделал таким образом заявку на серьезное продвижение по турнирной лестнице. Так. Ну что, у нас здесь снова Паульсин, плавно перетекающий в ежа. Слон на Б7, пешка на Д6. Ну что, спасибо вам, друзья. Белые могут даже с Ж4 сыграть такой ситуации, когда черные вообще не выставляют коней. То есть огромная здесь у них есть свобода действия. Ну а после того, как уже сделаны ходы коня в 6 и в 3, мы получаем стандартного ежичка. Нет, не стандартного. Я все-таки рассматривал в своих книгах положение с пешкой на Д6, а Василий применяет другое творческое построение, где конь идет на С6, а пешка пока на Д7 остается, в общем-то, тем самым запасным полком в овраге. Ферзь С7. Ну идея такая, что на 2-0 черные успевают сыграть. Слон Д6, нападая на пешку H2 с шахом. И нет выпада конь ДБ5. Ну вот отсюда следует вывод. Может быть сладья С1 начать белым и где-то лошадь на Д5 отправить. Ну хорошо, ферзь Д2 тоже ход не бесполезный, может пригодиться. А если здесь слон Д6, конь Б5, там с шах на Б3. Да, теперь на слон Д6 действительно конь Б5 уже проходила. Так что ход ферзь Д2 это именно была профилактика против выпада слона. Ладья С1 где-то под конь Д5 подграживает. Не нравится мне, что делают черные. Хотя вот этим разменом они себя обезопасили от выпада коня на Д5. Так, я надеюсь, что Сергей сказал волшебное слово Жадуб, что означает поправляю фигуру. Ну в наших русскоязычных турнирах можно говорить и по-русски. Ну что, Серега, по нулям? По нулям, пожалуй, пора. Хотя его привлекает ход конь А4, вы знаете. Дело в том, что как защищать пешку Б7? Б6. На конь Д7 пешка на Ж7 зависла. А что, Сергей, давай попробуем ход конь А4. Кстати, а как защищаться вообще после конь А4? Секундочку, секундочку. Конь Д7 на Ж7 взяли. Б5 взяли ЦБ. Ну что, Сергей, конь А4, по-моему, подчеркивает всю неудачность игры черных. Но почему-то он так не сыграл. И знаете, я, честно говоря, не совсем понял. Конь А4, по-моему, просто выигрывала пешку. Но что-то там... А, знаете, что его смутило? Там конь Д7, слон Ж7, ладья Ж8. И на Ж2 могло зависнуть. Ну хорошо, может быть и так. Может быть и так. И у нас возникает вообще абсолютно стандартная, банальная позиция, в которой белые выставляются по центру, с акцентом на ферзовый фланг. Но я все-таки предпочитаю такие позиции играть черными, когда побольше фигур на доске. То есть есть еще пара коней. Но с этими конями как-то больше есть контратакующих возможностей. А здесь позиция, конечно, крепкая возникает, но немножечко пассивная. Ход ферз Б2 это заявка на удар слон бьет Ж7. И на король бьет Ж7 где-то там конь Д5 может прилететь или что-то подобное. В скрытый шаг, в общем, одним словом. Или двумя. Слон Ф6. Ну, вы знаете, после такого размена обычно горькими слезами плачет пешка на Д6. Потому что остается довольно слабенькой. С другой стороны, как это исполнить конкретно? На ферз Д2 черные могут и передумать. Могут сыграть и слон Е7, и даже слон Ж5. То есть они и станут меняться на Д4. А если разменяться на Ф6 прямо сейчас, тогда черный ладья поспеет на помощь к полю Д8. Но, тем не менее, именно так поступает Сергей. Ферз Д2, ладья Д8. Ферзя на Д4 можно поставить. Наверное, не ошибка. Именно так делает Сергей Корякин. И он опять-таки обращает внимание на пешку Б6. Кстати, Василий Папин делает то же самое. Теперь на коне А4 будет отход слона А8. Ну что, достаточно грамотно держится Василий. Но борьба, собственно, только начинается. Хотя по времени, смотрите, на полминуты меньше чемпиона мира. Вообще, в целом, я давно уже замечаю, что самые-самые сильные блицоры не обращают на время уж такого внимания, как это делают, например, начинающие. В принципе, самое главное, что происходит сейчас, это события на доске. Необходимо качественно играть в шахматы. Это главное условие успеха в Блице. Ну, другое дело, что ближе к цветноту, ближе к падению флажка, уже, конечно, надо чуть-чуть ускоряться, добавлять работу руками. То есть работать не только головой, но и руками. А пока, в общем-то, по большому счету соперники именно соревнуются в шахматном искусстве. Кто бы что ни говорил на этот счет. Ну, вот белые теперь могут попробовать ладью на Д4 поставить. И потом сдвоиться вот так, да? Но ход конь Д7 показывает, что у черных тоже есть одна индейка. Они могут выпрыгнуть конем на Е5. И задать неприятный вопрос пешке на С4. Посмотрим. Ход слона Ф1 такой вкратчивый, ничего не меняющий. Если конь Е5, тогда конь А4 будет ход. Тем не менее, именно так и играет конь А4. Да, белый, видимо, где-то, знаете, скажу вам по секрету, хотят сыграть С4-С5. И попробовать прорваться в центр. И там где-то, может быть, слон С1 до пешки А6 доберется. Слон С6. Ага, намек на то, что коню надо вернуться назад. И он вернулся. Ну что, пешка С4 надежно защищена. Но атакующих идей у белых пока по-прежнему не море. Не море. Ну вот, может быть, и здесь тоже С5 имеет определенный вес. Наверное, слона С6-то надо убрать Василию. Я так думаю. Вот так по ежовым традициям слон на С6 здесь, наверное, немножечко лишний. Может, он даже вообще на Е8 его может убрать. Такая, конечно, нестандартная остановка А5. Вот так вот. Вот так играют сейчас в народе. Вы знаете, если размен БА-БА, то ладья Б8 действительно активизируется. Возможно, Василий привлек размен на Б4, который уменьшает пешечный материал. И по вертикали А ему удастся активизировать ладью. Ну что, размен-размен ладья А8. Но в условиях отсутствия белых коней на поле С3, наверное, ослабление пункта Б5 не принципиально. Да, неплохо, кстати, сыграл Вася. Молодец, молодец. Конь. А, кстати, вот конь и возвращается на С3. То, о чем говорили большевики, в общем-то, становится явью. Только вот надо пешку Б4 защитить. Так. Ну ничего. Конь С3, ладья А3, ферз Б2. Мне кажется, все равно здесь продолжается такая позиционная битва. Дело в том, что вторжение черной ладьи на А3, но оно не имеет продолжения. Дальше вторгаться некуда. И ладьи, в общем-то, завязаны друг на друга и ничего особенно не делают. А белые сейчас где-то конь Д5 подграживали. Вот поэтому слон уходит. Ладья Д4 угрожает сдвоение ладей. Так. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Белые хотят сыграть ладья С на Д1. И с пешкой Д6 будет серьезная проблема, причем нерешаемая. Ферз Е7. Погодите, а что на ладья ЕД1? С Д1. Может быть, ферз Ж5 с идеей коня на Ф3 отправить? Вот поэтому Ковякин, да, действует поплотнее. Ну, правда, теперь ладья на А3 не висит. Да, ладья Д8 есть ход. Но это уже, знаете, портер. Это неприятность. Ну, вот Василий Папин жертвует пешку. Но пешка на Б6 висит. Но при этом я не вижу пока, чего он добивается. Потому что на ферз С5 шаг есть ход ферз Ф2. Ой-ой-ой, какой забавный ход. Взяли-взяли. Ферз Е3, наверное, да? Ферз С5. Только важно не зернуть шаг. Ферз С5. Но на ферз Е3 с другой стороны еще одна ладья пойдет. На А3. Ну, не знаю. Может быть, ферз Б4 была неплохая альтернатива. Итак, пока лишняя пешка у белых. Но у черных, наверное, есть определенные контр-шансы. Давайте подумаем. Ладья Б3 взяли-взяли. Ферз С5, Ферз Ф2. Ну, наверное, так и надо играть. Я, правда, не вижу, какие там угрозы есть серьезные. Белый пешка С покатится. Ага, там слом Б5 будет. Вот я считаю немножечко в глубину. Да, Ферз С5. Ферз Ф2 вот надо сыграть. Ферз С2. Ну, если уход С5, просто слона на С6 можно поставить. Так, Ферз С8. Король Ф8. Ну, не так-то просто реализовать эту пешку. Просто по той причине, что она надежно блокирована. Так, смотрим на циферблат. 5 секунд. 5 секунд у Папина. 16 у Ковякина. Мне кажется, у него есть определенные шансы на победу. Вот ладья на Д8 идет. Смотрите, у белых и пешка лишняя. Еще инициатива какая-то. Так, а если ладья Д8? Что там будет? Ферз Е7, что ли, да? Или Ферз С6? Так, Серега думает, может быть, форточку сделать. Ферз Д6. Ну, вот таким образом он упрощает ситуацию. И переводит в партию, как говорят некоторые комментаторы, в техническое русло. Но я не уверен, что здесь такая уж простая техника. Постепенно, постепенно белые могут усиливаться. Но у черных позиции тоже достаточно прочные. Е5. Это очень серьезный мужской шаг. Разрывается пешечная цепочка. Шаг на Б7, наверное, надо дать. Так, слон Д3. Слон Е2. Так, ну что, белым надо как-то постепенно выводить короля на Е3. Вот там, там шаг на Ц3 будет, да? Ну и, наверное, Ф4 надо просто рваться, да. Дело в том, что на королевском фланге решится исход борьбы, потому что пешка Ц пока не идет. Аж 4. Тоненько. 4 секунды, кстати, у Сергея. Очень мало времени. Нет хода слон Д3. Нет хода слон Д3. Надо немножко потанцевать фигурами. Король же один. Быстрее, Сергей. Чуть-чуть добавить руками. Ну, кстати, как выигрывать-то вообще непонятно. Шажок и слон Х5. Слон Х5. А тогда слон Е8. Тогда слон Е8. По-моему, черный держится. У белых полно слабых пешек. Так, так, так. Ладья Е4. Ладья Е4. Вася. Вася. Отличный ход. С5. Взял. А если С6? С6. Слон Ф3. Король Е7. Ну что, Ладьюн С8 придется ставить. Так. Ну что, предложение ничьей. Это предложение ничьей со стороны Василия Папина. Видимо, пора принимать. Серега, пора принимать. Да. Ну что, согласились? Да. Согласились. Ну, вы знаете, Рауф Мамедов играет против Даниила Линчевского. Видим, как теряют. Теряют очки фавориты. Ну, собственно, вот я сейчас смотрю жеребевку третьего тура. По 4 очка у нас имели 11 участников. 11. Ну вот на старт вышло где-то примерно 250. Ну вот среди них такие люди, как Коробов, Камский. Ну, собственно, здесь вот звездных имен не так-то много. Не так-то много. Ну, Троуф Мамедов. Но основные силы, как я понимаю, находятся позади. Даня Дубов пока имеет всего лишь 3 очка. Сергей Корякин. Сергей Корякин, кстати, в этом туре играет против Александра Хузмана. Так. Ну что у нас здесь? Вот разменялись. Разменялись пешечками в дебюте. Получается какой-то у нас... Какой-то у нас изолятор. Да. Ну, взяли на С5. Слон бьет С5. Абсолютно стандартная позиция. И, кстати говоря, безопасная для черных. То, что белые потратили темп на ход С2-С3, говорит о том, что черные все прекрасно успевают. Развиваются. Коня на С6 обязательно надо ставить. Ну, ход А3 говорит о том, что Рауф не пускает черного слона на Ж4. Зато не успевает прихватить пункт Е4. Конь Е4, кстати, отличный ход. Мне нравится. Теперь белым ладья Е1 уже не сыграешь. На конь БД2 будет просто слон Ф5. Слон Ф5, ладья Е8. Ну, черные прекрасно выставились. Прекрасно выставились. Ну, слона на Ж6. Да. Ну, слон Ж6. Конь С6. Ладья Е8. Так или иначе, свернуть голову этому коню на Е4 белые не смогут в ближайшие пару лет. Вот. Ну, с другой стороны, можно заниматься другими делами. Слона на Е3 ставить. Хорошо. Конь Е5. То есть, Рауф все-таки пытается, пытается изменить ситуацию до того, как черные завершат развитие. Конь Д7. Ну, коня на С6 не пустили. Ну, и не надо. Конь на Д7 стоит хорошо. Он потом или на Е6 уйдет. Так. Ну, АЖ сыграем. Да. Слон Е3. Ну, вот теперь надо просто спокойно напрыгивать конями. Конь Е5, кстати, с идеей конь С4. Так. Конь С4 сразу. Я вот не уверен, что надо конь С4 сразу. Может быть, еще надо было поманкировать этой идеей. Может быть, сделать вид, что хочешь придумать что-то еще. Но, так или иначе, идея прямая и понятная. Пытаемся, и даже не просто пытаемся, а, скорее всего, размениваем белых. Одного из белых слонов. Либо на Е3, если дадут или. Сейчас Рауф Мамедов побьет на С4. Видим, как Рауф волнуется. Посмотрите, дорогие друзья, редчайшая ситуация в его практике. У него на 40 секунд меньше времени. Обычно он играет гораздо быстрее соперников. Но вот сейчас пришлось задуматься. Все-таки очень такой конкретный дебют. Конкретные позиционные идеи. Ясно, что Рауфу просто жалко расставаться со слонами. Ну, вот просто безумно жалко. Их родные мои слоны. Вот он чувствует себя сейчас, как индийский раджа, который расстается с теми слонами, которые много-много лет находятся рядом с ним. От маленьких слонят. У каждого знает по именам. Но придется все-таки отдавать. Отдавай, Рауф. Отдавай. Ну, вот он и отдал. Оставил себе чернопольного. Ферз С2. Напали на коня Е4. Ладья Е8 сыграть обязательно надо. Обязательно. Это просто полез. Ладья Д1. И ферз аккуратненько уходит. Аккуратненько, но широко. Так. Не знаю уж, правильно это было или нет. Ну, хорошо. Ферз и на Ф6 неплохо постоит. Теперь, видимо, еще пара слонов у нас будет разменены. Но Рауф настаивает на своих условиях размена. Ферз Ф4 может быть сыграть, я вот думаю. Или Ферз Ф5. Тоже, кстати, вариант тому, что после слона Б6 АБ где-то на А2 зависнет. Какой-то маленький темпик будет у черных. Но я думаю, что примерно равные позиции. Хотя белыми играть немножко попроще. Знаете почему? Что у них-то ничего не висит. Поле на А4 опорное крепкое. А черным надо думать, как этот конь на А4, висящий в воздухе, не пропадет ли он. Так, какие тут есть идеи? Ферз Ф4 или Ферз Ф5? Я вот вижу только два принципиальных соображения. Ладья Е1. Вот видим, что не торопится. Не торопится Рауф размениваться. Не знаю, может быть Слон С7 проявить Каваста тоже в ответ. На конь А4 где-то Ферз Ф4 пойдет. И на Ж2. И на Ж2, может быть, прицелимся. На Ж3 тогда конь Ж3. Ну вот мы видим, что Данил играет в надежность. Просто убирает того самого коня, который висел в воздухе. И предлагает серию разменов. Смотрите, тут будут стройные пешки. Ферз бьет Ф5 и Слон бьет Ф6. Но мне кажется, Рауф должен пойти в этот Эншпиль. Попробуй доказать, что Слон это то... Да, вот смотрите, размен на Е8 как раз предотвратил эту возможность. То есть Рауф, не знаю, может быть он хотел, но рассчитывал автоматически, что черные на Е8 побьют ладьей. А вот теперь не получилось строить пешки черных. То есть так бы они выставились на полях и в 7, и в 6, и в 5. Но теперь... Но тем не менее небольшое, маленькое преимущество у белых остается. Потому что черный конь на Е8 это, конечно, не красавчик. Его надо еще вывести в центр. А белые, наверное, ферзято на Е7 сейчас будут задвигать. Да, вот какое-то начало вырисовываться преимущество у белых. Так, а пешку Б7 как защищать? Нет, что-то с этим конем на Е8, конечно, черные перемудрили. Играть конь С7, видимо, нельзя из-за ладья Д8. Там все подвиснет. Что-то не то сделал Даниил. Что-то он сделал не то и не так. Ферзь С2. Ну, кстати, смотрите, толковый путь на нападение. Отвечаем нападением. Так, и что делать с пешкой Ф7? Можно, конечно, побить на Б2 неожиданно. Да нет, ну там мат будет просто. Еще конь Ж5 подскачет. Ну, вот это заявка на вечный шаг. На король Ж2 ферзь Ф4. Опа. Ага, и конь на Ж1. Вот такая метода защиты у Рауфа Мамедова. На ферзь С1 он играет конь Ж1. И никакой ничьей не будет. Я думаю, что победа белых здесь как-то вырисовывается как наиболее вероятный результат. Ну, хорошо. Даниилу надо дать шаг на С1, потом выйти на Ф4. С идеей, чтобы после ладья Б7 побить на Ф2. Так, Даниил, ускоряемся. Ускоряемся. Ферзь С1, ферзь Ф4. Быстренько. Раз-раз. И 4 секунды. Почти 4 секунды на часах прибавилось. Конь С7. Вот это номер. Вот это номер. Неожиданно мы не заслоняем, а законяем пешку Б7, чтобы ее никто не съел. Но, честно говоря, я не верю, что эта конструкция удержится. А ладья Д8 что? Погодите. Ладья Д8 же, кажется, выигрывала партию. Взяли-взяли. Конь Ж5. Там, правда, кровля Ш6. Вот как-то странно, да? Как-то странно. Так, угрожает ладья Б6. Ладья бьет Е6. Не зеваем. Так, как это сделать? Как это сделать? Ну, опять-таки, пешка Б7 висит. Ладья бьет Е6. Ну, это просто на С4 можно... А, это она на Б2, да? Вы знаете, неплохо Данил ведет оборону. Я, конечно, не верю, что она увенчается успехом. Очень уж все как-то субтильно, тонко и не крепко у Белых. Не знаю, может быть, здесь А4 сделать загадочный ход, чтобы на ферзь Б2 уже пожертвовать на Е6. И чтобы конь на Ж5 пошел с большим эффектом. Потому что, вот видите, сейчас пока ферзь на С1, он придерживает поле на Ж5. И вот надо его как-то выманить, чтобы он куда-то убежал. Выманить проще всего какой-нибудь сладенькой пешкой. Ферзь Б4. Ну, это защита пешки на Б2. И ферзь на Б6 идет. Но смотрите, дорогие друзья. Теперь, если ладья уходит, там как-то конь на Д3 внедряется. Шажок. Вы знаете, мне кажется, Рофф делает что-то не то. Что-то тут сейчас ладья на Д1 пойдет. Инициативу черных. Смотрите, сейчас конь на Д3. Ай-яй-яй, Рауф. Рауф, ну что ж ты наделал-то, а? Ведь была же отличная позиция. Сейчас приходится защищаться и 7 секунд всего лишь. Ну, не знаю, сейчас может порваться. Может порваться здесь все. Очень тонко. У белых уже. Ну что, шажок? Шажок, наверное. Так. Взял и ферзца. А, подождите. Там конь на С5 завис. Какая неприятность. Какая неприятность. Взяли-взяли. И что с конем-то делать? Так ферзь Е3 будет ход. Ну, лишнюю пешку сохранили. Сохранили белые. Ну, кстати, да, даже ферзь Д4 может быть еще сильнее. И угрожает Ф3. Угрожает Ф3. Да, вы знаете, где-то была очень активная, хорошая позиция у черных. Ну, вот буквально в темпе блица. И сам игрок, и комментатор тоже. Ну, здесь вот мы не усмотрели, где же была возможность у черных завязать серьезную контр-игру. Да, сейчас, кажется, получается технически выигранное окончание. Король Ф3, король Е2 угрожает. Да, ну, здесь остается уже ручная работа. В ручной работе Роуф Мамедов. Я думаю, будет жестоко неумолим. У белых просто выигранная позиция. Надо пешке ферзового фланга толкать, толкать и еще раз толкать. Ну, просто Ц5. Конечно, Ц5 и пара проходных пройдет, видимо, без участия короля. Конь Б5, С6. А, стоп. Может быть, пешкам надо было идти более дружно, да? Потому что сейчас неожиданно какая-то блокада наметилась, да? Ну, случайно. Но шутя. Сбился с верного пути. Конь Ц3, да? Конь Ц3. Конь Ц3, взял А7. Ну, давай, Роуф. Конь Ц3, правильно. Да что ж такое-то? Почему Конь Ц3 не сыграл, не сбил этого товарища? Там потом на отход коня Б5, Б6. Б4, Б5, в смысле. А так, как-то еще, знаете, возня какая-то началась. Надо еще технику проявлять. А где же ее взять, эту технику, когда время-то кончается? Так. Король Ф6. Ну, вот король Ф6 странный ход. Зачем уступать пространство? Ж6 сыграй спокойненько себе. Так. У меня такое ощущение, что Роуф Мамедов вознамеялся выигрывать эту партию на королевском фланге. Ну, король Ф6 пока. Король Ф6. Время, время. Темпо, темпо. Конь Б5. Конь Б5. Ну, зачем на Ж5-то пускать? Ну, не знаю. Конь Ж2, конь Ф4. Легко выиграл партию. Ну, и так тоже выиграл партию. Не знаю. Вот здесь Данил, конечно, опять-таки, вот получил. Получил, кстати, шансы на какое-то спасение. Но действовал, я вам скажу, без огонька. По 7,5 очка. Они опережают на пол очка. Отстают еще Джабаба, Кордоба. И вот этот индийский парень молодой, который играет с Карякиным. У Карякина 6,5 очков. Итак, здесь у нас Сицилианочка черная сыграли А7-А6. Черными играет Антон Коробов. В этом есть какая-то военная хитрость. То есть, если сыграть сразу Д4, взяли-взяли. Может быть, там Е7-Е5 последует хоть. Ж3. Рауф Мамедов, столкнувшись с неожиданностью, видите, иначе реагирует. Сначала развивает королевский фланг. Ну, а Коробов демонстративно действует только на Ферзу. Но это называется у каждого свой участок ответственности. И, как говорится, на мой не заходи. Не бери мою игрушку, не садись на мой горшок. Итак, слон встал на Ж7. Ну что, черные слоны встали неплохо. Неплохо было бы еще и другими фигурами заняться в то время, как белые уже фактически завершили развитие. Но пока вскрыть центр они не могут. Если ты сыграл Д2-Д3, ставить еще, делать ход Д3-Д4, как-то обидно, знаете, столько темпов терять. Пока, вы знаете, не знает Рауф, что предпринять. Ладей Е1. Ну, может быть, идея где-то Е5 выдвинуть. Но пока Коробов препятствует этой идее. А препятствует ли? Я вот так подумал. Там слон на Б7 зависает. Ну хорошо, может быть, это слишком сложно для трудового дня. Но вот для Рауф это несложно. Рауф посчитал. Действительно, там можно все-все-все бить на Е5. И слон на Б7 провисает. Ну, то есть, может быть, даже бить не на Е5, а где-то бить на С6. Но ход по-своему логичный. Потому что черные все-таки, как ни крути, несколько нарушили принципы дебютного развития. И наказать их за это было бы, конечно, не лишним. Итак, считаем варианты ДЕ, конь Е5. Теперь слон Е5 бьем на С6, бьем на Е5. Там пешка на С5 подвисает. Отлично. А если побил с конем ДЕ, конь Е5. Конь Е5 слон бьет Б7. Ну, у белых как минимум два слона. Тоже, в общем-то, не пустяк. Ну что, правильно, сыграл Рауф, сыграл здраво. Ну и Корбов сейчас думает, зачем, собственно, я все это сделал. И как тут дальше убегать. Как убегать от ответственности? Ну, хорошо, бить надо. Так, конь Е4. Вы знаете, совершенно другой, другой калинкор. Я, честно говоря, полагал, что надо просто на Е5 бить по-простому. Но он хочет запрыгнуть на поле С5. И этого слона на Б7 бить по-своему. Ну, мне кажется, что сейчас черные могут где-то укрепить пешку на Е5. Где-то сыграть, не знаю, там. Ага. На самом деле, я имею в виду, что черные могут поставить пешку на Е6, конь Е6, конь Е7. Но Корбов-то поступает еще жестче. Он вцепился в пешку С5 и не отдает. Но конь Е6, правда, Б4 будет ход. Неприятственный. Может быть, не сразу. Может быть, сначала конь бьет С5, еще простучим. А потом Б4 сыграем. Побить на Ф3, тогда ферзь бьет Ф3. И как-то все... Ну, погодите. А если здесь конь бьет С5? Вот я спрашиваю Антона Корбова. Я понимаю, что на Б4 он заготовил слон бьет Е4. И, может быть, там жизнь-то наладится. Но если конь бьет С5 сразу, конь бьет С5, Б4, что-то мне подсказывает, что белые пешку отыграют и получат серьезнейшую инициативу. Ну что, Рау, вперед. Конь бьет С5. Вперед и с песней. Ну, смотрите, вот движение пальцев у азербайджанского гроссмейстера выдают все-таки изрядное напряжение. Так, ну, бей. Правильно. Правильно. Туды ее в качель. Правильно. Чтобы не повадно было. Да, вот Б4, слон идет на С5. Нормально. Пешка на Е5. Теперь белые еще и пункт Е5 хотят продавить при случае. Сейчас конь бьет Е5. Может последовать где-то неожиданно. Конь А6. Так, а здесь конь Е5 не идет, я думаю. На слон Е5 слон Б7. На слон Ж2. На слон Ж2. Да нет, пожалуй, не прошло. Но не получилось. А если ферз Е2, тогда, наверное, вот тот самый маневр, который я говорил, Ф6 последует. Ну, есть еще идея Д4. Просто попробовать механически, механически, да, гидравлическим прессом продавить это все центральное хозяйство. Ну, бить на Д4 там нельзя, на Е7 зависло. И вот мы видим, что Корбов просто отдает пешку. И заслуженный, совершенно заслуженный плод падает в корзинку азербайджанского гроссмейстера. Ну, что, черные без пешки стоят похуже. Ну, можно здесь, конечно, придумать какую-то компенсацию, связанную с белыми полями, но я ее пока не вижу. И плюс еще на полминуты меньше времени. То есть пока позиция вот в блице оценивается как большие, громадные шансы на победу белых. Все идет к тому. Сейчас еще конянца 6 поставим, пешку на Д5 внедрим, ну и как-то будем на пункт Е7 еще поддавливать. Поэтому черным, видимо, надо побыстрее как-то убрать ладью СФ8 и Е7, Е6 провести. Ну, с учетом того, что у белых нет прямых пробивающих идей на Ж4, конь Х4, вилочка здесь всегда на очереди. А у белых есть еще один план, знаете, сыграть А2, А4. И по вертикали А, видите, вот там вдалеке ладья на 1 стоит. И, может быть, по вертикали А удастся внедриться. Ну, исключительно райская ситуация для азербайджанского гроссмейстера. Кстати, ходом А7, А5 Коробов как раз пытается препятствовать вот именно тому плану белых СА2, А4. Ну, по-своему, интересный ход. А что он на конь С6 заготовил? Хотелось бы мне узнать. Там на Е7 же зависает. Конь С6, конь С6. По-моему, можно успеть взять и на Е7, потом и на Б4. Сейчас без двух. Конь бьет Е7. Предлагаю ход. Конь бьет Е7. Потом ладья бьет Е7. Взяли на Б4. Мне кажется, что черный просто-напросто без двух. Без двух это не так-то уж и легко. Да, Рауф демонстрирует похвальную жадность. Жадность это очень хорошее качество для шахматиста. Но я бы слоном взял, чтобы слон С6 по-прежнему упирался на пешку Д4. Позиция абсолютно безнадежная. Конечно, мы в Блице видали неоднократно, что любые безнадежные позиции выигрываются. Любые выигранные позиции проигрываются и так далее. То есть, возможно, всякое. Но, конечно, чем выше мастерство шахматистов, тем больше логики в движении. Но вот ход СБ, честно говоря, меня немножечко удивил. Все-таки теперь слон на Ж7 занимается делом. Он давит на пешку Д4, которая реально немножечко подвисает. Ферзь Б7. Ага, вот она в чем идея. Разменять ферзей и съесть пешку на Б5. Вы знаете, просто технично и логично. Я думаю, Коробов сейчас оставит ферзей на доске. Ой. Так, ну, понятно. Здесь все понятно. Здесь, ну что, можно взять на С8, сыграть ладья Б7. Пешка на Б5 погибает. Мне кажется, остается чисто ручная. Ой-ой-ой, смотрите, еще какой удар зевнул Коробов. Там ладья-то не может уйти. Вы знаете, в одну калитку развивалась партия. Субтитры сделал D4. Субтитры сделал D4. Д4. Субтитры сделал D4. Д4.